Обычные шпаклевки делают. Так, декоративка. Это те декоративки, которые будут у него на объекте, да? Не, не, не. А, то, что ты делаешь? Со шпаклевки обычно. Вот это со шпаклевки все делаешь? Конечно, на шпаклевке. А вот эти вот материалы верхние? Секретик. Ага. Я сам делаю воск. Сам делаешь воск? Да. Блин, молочина. Расскажи, но не на камеру. Хорошо, хорошо, добро. Супер. Вот реально я даже не отличил. Если бы он не сказал, что это со шпаклевки. Потому что, ладно, сделать со шпаклевки. Но вот именно самое сложное, это не рисунок. Хотя рисунок тоже имеет значение. А именно сделать красиво вот эти прожилки. То есть, чтобы они были равномерные, и они выглядели действительно как природный рельеф. Здесь обратите внимание. Вроде бы как все желтое, да? Но существуют такие темные тона, темные прожилки. То есть, это подчеркивает какую-то такую брутальность. Здесь у нас под... А, это вообще чисто как под венецианку. Как под мрамор. То же самое. Интересно, интересно. Так, по эксперименту. Ну-ка, подержи камеру, сейчас попробую оторвать. Отправляй. Проверим. Это на капокол, да? Просто наклей. А, просто кисточкой, да? Просто. Снизу и сверху кисточкой. Нереально. Просто нереально. Нет, ничего не сделаешь. А я на бостик клеил. Даже не... Даже не подорвать. Понятно. Я, кстати, разговаривал по поводу капокола с дизайнером, с нашим из Бреста. Revolution. Кирилл. Кирилл, привет. Он говорил, что да, мы давно на капокол клеили, но откуда эксклюзивная информация? Откуда что? Я говорю, не переживай. Твои секреты уже все знают. Я сейчас в интернете буду знать. Компания Капорол. Материал Капокол. Ребята, реально не оторвать. Можно этот гипсокартон поломать? Да. Сейчас мы проведем эксперимент. Попробуем вот так вот сделать. А, здесь даже... Там лента же. А вот я вот здесь специально, чтобы здесь подковырнуть. Отрывает с этим. Я клеил не на шпаклеванную штукатурку. То же самое. Здесь я попробую с этой стороны. Не, я вижу, что четко. Верхний слой отрывает, а здесь ничего. Нельзя сделать. Так, положу тебе еще чего-то. Хорошо. Так что ребята тоже какую-то информацию получат полезную. Продолжаем. Сейчас еду встречаться с Колей Гембицким. Передают циклон украинский. Ну и там еще по работе. Так что смотрим дальше. Хорошо. Продолжаем.